Севастопольский экстрим Самый северный на планете Семитысячник Был покорен в 1956 году Вершина высотой 7 439 метров Получила название пик победы Эта могучая гора на границе с Китаем Долгое время была спорным объектом Между двумя державами Но утвержденное Советском Союзе звание Снежный барст присваивалось Лишь за покорение всех советских семитысячников Климатические особенности Западного Тяньшани Делали восхождение на победу крайне сложным и рискованным В составе команды Татарстана Севастопольский альпинист Юрий Круглов Уже в течение нескольких лет штурмовал сложнейшие маршруты Покорил Хантенгри, пик коммунизма Пик Евгении Корженевской И вот настала очередь пика победы К экспедиции готовились тщательно Подбирали снаряжение, разрабатывали тактику Но погода внесла свои коррективы 16 августа Юрий Круглов В паре с Эдуардом Иноземцием Из Барнаула В 15 часов дня взошел на вершину пика победы Повалил снег, видимость ноль Мороз и ветер резко усилились Холодная ночевка на вершине чаще всего заканчивается трагедией Лишь на следующий день удалось пробиться к палатке под вершиной Трое суток восходители провели на высоте более 7 тысяч метров В предельно сложных метеоусловиях За день выпало полтора метра снега Трехкилометровый гребень на 7 тысячах метров шли 12 часов 19 августа Юрий и Эдуард спустились в базовый лагерь на высоте 4100 Откуда Круглов и позвонил в Севастополь по спутниковому телефону Судьба благосклона была к этой двойке Ни травм, ни обморожения Вторая группа экспедиции шла к вершине по другому маршруту Через Победу Восточную 18 августа после снегопада обрушился снежный карниз Погибла участница команды Светлана Баскакова Опытная альпинистка, имевшая в своем послужном списке покорение Эвереста Но этим несчастья не ограничились В базовом лагере при взлете упал вертолет Ми-8 с альпинистами на борту В разреженном воздухе эта машина ведет себя совершенно по-другому, нежели вблизи уровня моря Пилоты успели бросить машину на ледник в оптимальном месте, рядом с палаткой Круглова Никто не погиб, люди выбрались из вертолета в тот момент, когда начался пожар Подробности экспедиции Победа-2005 в наших ближайших передачах После возвращения в Севастополь Самого молодого снежного барса Украины Первого снежного барса Севастополя Юрия Круглова Севастополя Юрия Круглова В Севастополе прошел чемпионат Украины по пешеходному туризму Участие в соревнованиях приняли спортсмены из всех регионов страны А мы можем порадоваться за севастопольскую команду, которая достойно представила наш город Соревнования прошли успешно Вот сейчас все результаты и итоги уже окончательно утверждены И можно сказать, что Севастополь показал себя на хорошем уровне И с точки зрения, что смог провести, причем в аварийном порядке эти соревнования Когда две федерации, Донецкая и Киевская, отказались от их проведения Ну и кроме того, смогли поучаствовать довольно успешно и наши ребята в этих соревнованиях Выступать, конечно, в этих соревнованиях было так, нелегко, скажем прямо Соревнования, действительно, чемпионаты Украины, в принципе, любые А этот в особенности, дело такое серьезное Чувствуется сразу уровень То есть это как бы потолок страны Выше у нас класса дистанции нету, четвертый класс И, конечно, нам в определенном смысле, конечно, повезло Все-таки это родные стены наши, Севастополь Никуда мы не ехали Много судейской коллегии было наших Это морально тоже согревало Ну, допустим, первый день у нас была дистанция крус-похода Дистанцию поставили сложно Везде просто есть как бы мерки И тут взяли так с запасом Потому что даже чемпионы прошлого года, это Винница Когда пробежали дистанцию, сказали, ну, сколько бегаем Это такая сложная дистанция, первый раз в жизни Наши ребята, выступившие довольно успешно, я уже говорил Заняли на одной дистанции третье место, это кросс-поход, ралли И на второй дистанции полоса препятствий заняли пятое место И выполнили нормативы кандидатов в мастера спорт Спортивный туризм возник на заре, если не сказать советской власти То сразу после военного времени Во время войны он послужил великую службу Когда наши туристы способствовали спасению многих людей на Кавказе Переводя через перевалы сложные жителей местных, спасая их от фашистской инвалы Затем спортивный туризм, раньше он назывался самодельный туризм Был введен в спортивную классификацию И с тех пор он, можно сказать, совершенствуется, развивается Объединяет он на сегодняшний день 9 видов спорта Пешеходный ставим на первое место, потому что это самый массовый вид спорта Горный, водный, велосипедный, автомото, сперио, парусный, лыжный Вот эти виды туризма Как бы говорят о том, что туда входит не один вид какой-то, а очень много И это является тем, что люди, влюбленные в разные виды спортивного туризма Как бы увеличивают его потенциальные возможности Ну, при советской власти агитация наша и статистика говорила о том, что на Украине этим видом занимается более 2,5 тысяч, миллионов человек Сегодня, пока этой статистики нет окончательной, но мы знаем, что это один из самых массовых, самых нужных народу Видов оздоровления, видов спорта, видов познания своей родины И вот здесь, в этом прекрасном уголке, в Крыму, в горной его части, так и называется, лагерь горный Приходит чемпионат Украины по пешеходному туризму Уже много спортсменов выполнило норматив мастера спорта И этот процесс продолжается Кроме познания страны, мы еще и растим спортсменов всех разрядов, от и до Планируем мы в дальнейшем проводить и международные соревнования Надеемся, что Севастополь станет меккой туризма В принципе, в этом плане сделано очень много, и не только нами, нашими коллегами, скалолазами, альпинистами И другими направлениями Постепенно в наш город приходит современная велокультура За этот год мы стали свидетелями первых соревнований по даунхилу на Максимовой даче Затем уже не первых, но очень зрелищных спусков с горы Спиля в Балаклаве И гонки по пересеченной в местности в Ушиковой балке Теперь мы смогли увидеть, а многие даже и поучаствовать в чисто городской велодисциплине Вечером возле здания Севастопольской государственной телерадиокомпании было необычайно многолюдно Даже сами велосипедисты не могли поверить, что в Севастополе есть так много собратьев по увлечению Желание спортивной борьбы было настолько велико, что организаторы мероприятия не успели дать отмашку Райдеры в едином порыве сорвались в фальшстарт Руководствуясь картой-легендой, велосипедисты должны были проехать по центру города Отметившись в контрольных пунктах Соответственно, сперва найдя их Как оказалось, ориентирование, тем более в темноте, дело непростое Силами энтузиастов в нашем городе впервые был проведен городской велофестиваль В рамках этого мероприятия прошла гонка по ночному велоориентированию Антон, как получилось так, что фирма, занимающаяся совсем не велосипедным делом, явилась организатором этих соревнований? Мы впервые являемся организаторами такого рода соревнований Но я считаю, что опыт удачный Потому что были приятно удивлены тому количеству желающих и участников Которые пришли поучаствовать в ночном ориентировании по городу И в дальнейшем мы будем всячески поддерживать велоспорт и вообще экстремальные виды спорта в Севастополе И хотелось бы, чтобы участники, которые имеют двухколесных друзей В последующем завели еще себе четырехколесных друзей в нашем автосалоне Обязательным условием участия в соревнованиях было наличие велошлема, фонаря, задней мигалки и светоотражающего стартового номера Ну и, конечно же, страховки Все закончилось благополучно Лишь один участник получил ссадины На финише ему была оказана первая медицинская помощь Работа группы обеспечения на автомобилях показала Что водитель ночью хорошо видит только велосипедиста с задней мигалкой А штатные катафоты оказались малоэффективны После подведения итогов победителям были вручены ценные призы Что свидетельствует о росте уровня подобных мероприятий в Севастополе Хотя сами победители утверждают, что смысл не в призах, а в объединении людей, практикующих здоровый образ жизни Среди женщин первое место, как обычно, у Галины Юрасовой А необычно то, что в этот раз было второе и третье место У Юлии Пестрицовой и Анны Сагуленко, соответственно Среди мужчин победил Дмитрий Сухов Второе место у Антона Зралко, третье у Алексея Думенко В рамках первого в Севастополе общегородского велофестиваля в Парке Победы Прошли соревнования по банихопу и фанбоксу Непривычные названия, а попросту говоря Десятки велосипедистов соревновались Кто выше прыгнет вместе с велосипедом и кто более виртуозно преодолеет трамплин Оценить по достоинству то, что выделывали ребята на своих машинах Наверное, может только человек, который сам катается Ведь за легкостью исполнения этих трюков стоят десятки, сотни часов изнурительных тренировок Примечательно и то, что хорошие результаты показали ребята на кросс-контрейных и даже даунхильных велосипедах А не только беймиксеры и триальщики, которым прыгать положено по правилам жанра Лучшие навыки велопилотирования показал Артур Егоров из Симферополя Второе и третье места, соответственно, у севастопольцев Дениса Чернева и Евгения Немченко За артистичность исполнения трюков ребята получили ценные призы А после завершения соревнований все желающие отправились на пляж Прыгать на специально собранном с миру по нитке велосипеде в воду Правда, соплыв на байке не привел к мировым рекордам в области плавания В эти дни проходит очередная спелеоэкспедиция в Абхазию на горный массив Арабика Среди участников проекта есть и наши земляки, которые по возвращению расскажут о новых достижениях У исследователей в планах работа в нескольких подземных полостях А главное – поиск продолжения самой глубокой пещеры в мире – Крубера Ворония Экспедиции в Воронию снаряжаются уже не один десяток лет Но предугадать, какая пещера повалит, а какая заткнется, невозможно Остается только упорно работать и надеяться на успех Завтра мы собираемся сделать выход, прийти в лагерь, установить лагерь 1400 И послезавтра, 13 августа, совершить погружение в этот сифон Никто не знает, есть там проход или нет, но мы попробуем найти Если он там есть, то мы обязательно пройдем туда Место является ключевым, потому что в этом месте сифон на глубине 1440 метров Исчезает вся вода пещеры Она просто вот ушла куда-то под свод Но ты понимаешь, раз ты спускался так много, 1400 метров по реке И всего лишь 300 метров до глубины 1710 метров без реки То значит и река-то ушла, и там, наверное, самая большая и красивая часть пещеры Именно туда и надо идти В исследованиях принимали участие многие спелегологи из разных стран, городов и клубов В 2001 году их усилия были вознаграждены И Ворония получила статус самой глубокой пещеры в мире 1710 метров А совсем недавно, как часто и бывает по правилам жанра погони за рекордом В рядах недавних товарищей Украинской спелеологической ассоциации И международной спелеологической команды Кевикс, город Москва Произошел раскол Кто первый, кто главный, чьи имена будут записаны в историю, не нам судить Но теперь эти команды продолжают рыть землю порознь Сегодня есть основания говорить о новом мировом рекорде 2005 года Где цифры глубины пещеры будут варьироваться в очень широком диапазоне И это делает пещеру соблазнительным объектом для всех потенциальных рекордсменов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА